Программа шпионов Программа шпионов Программа шпионов Затем в секции Standard API User Interface мы видим следующие три команды. Команда keyscan start запускает программу. Keyscan dump выводит на экран перехваченную информацию. А команда keyscan stop останавливает работу снифера. Ну что ж, запустим программу. Программа запущена. Теперь перейдем на компьютер пользователя и наберем произвольный текст. Программа шпионов 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Затем «Привет», «Как дела?» Некоторые набранные символы, которые я набирал, то есть это «Backspace». Как вы видите, сначала то, что я набирал, а затем я удалял некоторые символы. И как вы видите, они отображаются именно вот таким вот образом. Теперь для остановки программы просто наберем «Key Scan Stop». Плюсом встроенной программы в Meterpreter является то, что она запускается в оперативной памяти и не сохраняется на жестком диске, что намного снижает шансы обнаружения антивирусной программой. Минусом является неспособность работы в автономном режиме, то есть нам придется постоянно поддерживать сессию Meterpreter. В этом уроке мы поговорим о том, как можно немного автоматизировать рутинные действия, которые нам приходится выполнять очень часто. Например, для запуска слушателя нам приходится постоянно вводить одни и те же команды. Чтобы упростить себе задачу, мы можем воспользоваться специальными скриптами, которые называются ресурсными файлами. В качестве примера давайте создадим ресурсный файл для запуска слушателя. Для этого вводим последовательно все необходимые команды. Теперь введем команду Maker C. Указываем, где нужно сохранить скрипт, а также желаемое название скрипта. В моем случае я создал специальную папку на рабочем столе. Обязательно указывайте расширение RC в конце файла. Итак, файл у нас создан, и давайте посмотрим, что он из себя представляет. И как мы видим, это простой текстовый файл с набором необходимых команд. Теперь для запуска скрипта достаточно ввести следующую команду. Все команды, которые были в файле, MetaSpot выполнил автоматически. И у нас запущен слушатель. Как видите, ничего сложного в этом нет. Давайте рассмотрим еще один пример. И в этом случае нам необходимо провести сканирование различных объектов, используя некоторые скрипты из модуля Auxiliary. По завершению процесса все результаты требуется занести в базу данных для дальнейшего анализа. В качестве примера я выбрал следующие скрипты. Внизу представлены команды, которые мне необходимо вводить каждый раз, когда необходимо проводить сканирование. Задача несложная, но довольно утомительная. Поэтому и здесь воспользуемся ресурсными файлами, но в этот раз вместо ручного набора команд в консоли MetaSploit мы воспользуемся другим методом. Для этого создадим текстовый файл с расширением RC и назовем его Scanner. Теперь скопируем все необходимые команды и вставим в этот файл. Все команды вставлены. Обратите внимание на команду Run с опцией J. Данная опция используется для запуска процесса в фоновом режиме. Все результаты работы будут выводиться на экран, но при этом вы все еще можете взаимодействовать с консолью и запускать другие эксплойты одновременно. Сохраняем файл. Теперь запустим скрипт и посмотрим, что из этого получится. Так как сканеры мы запускали одновременно, то все результаты у нас перемешались. Однако не стоит переживать, так как все сохранилось в базе данных. И для просмотра базы данных нам достаточно выполнить уже знакомые нам команды. Команда Hosts покажет нам, какой IP-адрес был сканирован, а также мы увидим операционную систему. В данном случае это Windows 7. Команда Services покажет, какие порты были обнаружены. Команда Info предоставит нам дополнительную информацию. Здесь вы также видите, что были обнаружены некоторые уязвимости, так называемые Double Pulsar и Eternal Blue. И, наконец, команда Wools покажет, какие уязвимости были обнаружены. И в данном случае вы видите уязвимость MS-17-010. Кстати, Metasploit уже содержит некоторые встроенные скрипты, которые вы можете использовать, исходя из своих нужд. Скрипты вы можете найти в следующей папке. Открываем файловый менеджер. Переходим в другие места. Компьютер. Затем User. Share. И найдем папку Metasploit Framework. И затем внизу нас интересует папка Скрипты и Ресурсы. И здесь вы видите список всех ресурсных файлов. Они являются более сложными, чем те, которые мы только что создали. Написаны они с применением языка Ruby. Однако, если вы обладаете знаниями Ruby, то вам не составит труда написать более сложный сценарий и полностью автоматизировать всю свою работу.